так поскольку внезапно мой эфир прервался я попробую сделать дубль 2 то есть записать окончание того выпуска на неделю который я только что делал я отключил все уведомления не знаю какой звонок от кого внезапно пробился мою трансляцию и выбил меня из последней части объяснения картины на текущую неделю полностью в духе того аспекта который мы с вами проживаем аспекты сбоя сбоя связи сбоя каналов сбоя коммуникации урана позиция меркурий возможно в любой момент опять что-нибудь собьет но я бы хотел пять минут договорить значит прервали на том что венера в знаке девы сейчас находится последнюю неделю и какая у нас ситуация астрологии две планеты радости это юпитер и венера и весь двадцатый год юпитер стоит в крайне слабой позиции что происходит с радостью понятно оснований для радости нет плеть причин для радости нет юпитер в козероге юпитер это роскошь и питер это большое удовольствие весь год у нас запрещены все темы юпитера поездки запрещены денег нет люди увольняются и так далее вот такой у нас год и венера планета малой радости тоже сейчас в ущемленной позиции до 27 октября она в знаке девы то есть юпитер горит денег нет на поездки на богатство ни на что денег нет венера говорит да и денег нет у меня тоже денег нет на твои маленькие радости даже на маленькие радости наш бюджет там 5 рублей 5 долларов и так далее вот такой период у нас сейчас то есть период когда мы совсем не шикуем во многом себе очень сильно отказываем тратим только венера в 9 да только на здоровье только на то чтобы быть в чистоте дома в чистой опрятной одежде только там на парикмахерскую это не шикует тратим на парикмахерскую лишь бы прилично выглядеть вот лишь бы поддерживать нормально наше функционирование но венеров 9 тратит конечно на учебные процессы на учебу на здоровье на этой неделе венера как раз проходит позитивные аспекты в понедельник и в среду позитивные аспекты с юпитером и с плутоном а стихия земли возможно какая-то небольшая помощь будет для представителей стихии земли то есть для дев и для козерогов может быть какие-то хорошие идеи на тему бытовых покупок приобретений приобретений для офиса для работы для учебы для здоровья ну и деловые контакты может быть операции купли-продажи но напоминаем что если мы в ретро меркурия пребываем то операции продажи должны протекать нормально операции купли могут протекать очень с последствиями не просто скажем так поэтому планеты радости сейчас находится в состоянии там один балл то есть наша радость 10 процентов вообще радость отключена но ждем 28 октября там женская планета радость включает на шестибальную позицию так что возможно хорошие новости у нас будут через неделю значит для тельцов не думаю что это какая-то радость откровенно говоря такая же сдержанная как для дев сдержанная небольшая радость можно купить что-то некрупное и полезное для работы для учебы для здоровья вот такая у нас обстановка на этой неделе и надо сказать что воскресенье в конце недели мы сразу получаем пик ретро меркурия сразу ну не то чтобы сразу потому что уже 10 дней половина всего ретро меркурия пройдет к воскресенью в знаке скорпиона встретиться меркурий и солнце и обычно бывают какие-то сложности раз уж это скорпиона сложности по теме финансов и путями здоровья но поскольку это соединение могут быть ключевые послания какие-то какая-то важная информация может появиться в это время информация важная для нашего развития психологического для нашего развития финансового важная поворотная информация в каких-то политических процессах тоже значит воскресенье 25 числа вечером разворот ну не разворота пик середина всего ретро меркурия и может быть какой-то щелчок происходит потому что мы что-то понимаем или что-то обнаруживаем потому что приходит какая-то важная информация и в процессе ретро меркурия это середина сердцевина это пик в ретро меркурии еще могу сказать по моим наблюдениям люди часто отключаются от внешнего общения часто трудно к ним пробиться получить какой-то ответ они часто уходят себя или часто пребывают в какой-то панике они просто не способны нормально осмыслять вопрос настраиваться на ваш вопрос давать ответ на ваш вопрос и когда-то давно когда я свои 30 лет осваивал наследие средневековой старой астрологии но я читал там что меркурий ретроградный ретроградный сожженный это коверент в панике а потом видел подтверждение всего этого на практике люди действительно часто когда меркурий возле солнца когда он сожженный а это будет в пятницу субботу воскресенье многие люди часто к сожалению в панике и не способны вообще воспринимать какие бы то ни было вопросы и давать ответы имейте виду если вы будете кому-то стучаться и видите что человек вообще не воспринимает лучше не настаивать ни в коем случае потому что вы не получите нормальный ответ человек просто не готов и это одна из ключевых трактовок по моему опыту ретро планет когда человек лучше что человек может сделать это честно сказать я не готов сейчас давай ты через три недели мне что-нибудь там скажешь напишешь я хотя бы смогу вопрос понять сейчас у меня такой идет ковардак такая нестабильность настолько все не ясно что я сейчас вообще не готов лучше даже не спрашиваю а то ты потом скажет что я тебя спросил ты мне что-то ответил да год отвечал не я отвечала паника в моей голове по большому счету я сейчас не готов вообще вникать принципе я опасаюсь что часто проблемы с экономикой с валютами с деньгами когда меркурий ретроградный скорпионе когда солнце в скорпионе поэтому боюсь что 23 25 может свалиться очень серьезный экономический спад но на самом деле надо быть экономистом чтобы давать реальные оценки поэтому углубляться я в эту тему не буду и что еще можно сказать если сказать про упомянуть про лунный цикл недели лунный цикл какой луна в стрельце в понедельник вторник это сегодня завтра понятно что ретро меркурий никуда не девается и мы все в состоянии недостаточной информации не по ним в состоянии непонимания своих планов непонимания своих ресурсов это все никуда не денется еще до конца октября особенно горячо на этой неделе но луна стрельце луна в любом знаке как бы акцентировать темы по которым есть смысл работать понедельник вторник луна стрелец значит мы занимаемся вопросами поездок все-таки вопросами образования вопросами учебы вузов виз контактов с посольствами консульствами визовыми центрами размышляем над учебными программами несмотря на ретроградный меркурий вот настолько насколько можем на сегодня понять настолько и пытаемся пробиться к ответам потому что ретро меркурий не говорит что нам три недели не надо ничего делать не надо пытаться понять ответы мы пытаемся их понять просто возможно мы потом их подкорректируем эти наши ответы но что делать не вы не выключаться из жизни на на три недели понедельник вторник больше общаемся со стрельцами среда четверг луна в козероге время очень жесткое время когда нам жестко напоминают про наши обязательства время общения с государственными структурами время общаться с козерогами время оформлять какие-то официальные документы для семьи очень тяжелая очень холодная в эти дни хорошо работает в эти дни не надо долго спать не надо много есть не надо рассчитывать на ласку нежность на то что у вас погладит по головке погладит так что вы будете убегать вас будут догонять и гладить еще еще дальше очень жесткие дни но для серьезной сосредоточенной работы очень скажем так очень хорошо луна в стрельце хороша чтобы узнать про мой тренинг по прогнозированию луна в скорпионе очень хорошая луна в козероге очень хороша и луна в водолее очень хороша чтобы узнать про тренинг по прогнозированию на будущий год значит до тренинг у меня проходит с 31 октября по 8 ноября 8 дней мы обсуждаем прогноз по знаком зодиака 12 знаков прогноз 12 знаков асцендента прогноз делаем два дня и делаем один день прогноз на любовь на 2021 год прогноз для бизнеса денег финансов покупок здоровья на 21 год эту информацию найдете в моем профиле инстаграм найдете по ссылке на youtube вот этот тренинг уже начал работать мы с группой уже начинаем общении уже студенты присоединяются и 31 октября начнутся активные лекции идите смотрите программу читайте выбирайте то что нужно оплачиваете присоединяйтесь мы за 8 дней проработаем весь год и это будет бесценный для вас подарок на понимание структуры прогноза следующего года и так луна козерог такая деловая холодная не семейная совершенно мы будем с кого-то строго спрашивать и требовать с нас будут строго спрашивать и требовать отношения с людьми могут быть сугубо формальные очень очень холодные очень формальные не надо даже обижаться надо говорить собрались все стали твердыми как камень сегодня я просто камень потому что сегодня козерог а козероги всю жизнь твердые как камень поэтому это самый надежный самый успешный знак зодиака козерог это просто скала соответственно конец недели у нас водолей в пятницу после обеда после 15 20 по москве водолей в субботу луна водолей воскресенье луна водолей значит отличие в чем воскресенье луна без курса насколько я вижу в холостом пробеге поэтому имейте ввиду что что-то ценное во внешнем деловом мире если вы хотите делать по теме водоле делать это надо в субботу воскресенье луна в свободном уходе свободном пробеге луна отдыхает и мы с вами тоже отдыхаем поэтому важное что-то во внешнем мире воскресенье не стоит делать в субботу другое дело можно делать что потому что луна не в свободном пробеге она эффективная в субботу воскресенье свободное общение общаетесь гуляйте готовьте что-то перестраивайте что-то узнавайте что-то луна отдыхает и мы с вами в таком же режиме прекрасные дни бывают когда луна в свободном проходит пробеге прекрасные мы просто расслабляемся отдыхаем но только не для того чтобы делать какое-то стоящее серьезное дело во внешнем мире для астрологии плюс пятница вечер суббота для тренинга по прогнозированию большой плюс для общения с друзьями плюс для изучения новых идей плюс для изучения астрологии плюс технику можно смотреть лучше не покупать сбой может быть зайдите в мой профиль instagram там ссылка на тренинг найдете ролик на youtube будет ссылка на тренинг вчера я делал эфир про 21 год висит ролик на youtube там ссылка на 3 а вот значит при луне в водолее хорошо гулять хорошо участвовать в народных гуляниях не сидеть дома не зацикливаться на семье и полезно общаться с друзьями заниматься какими-то творческими изысками изучать мир техники и так далее вот такая у нас с вами неделя непростая я в рассказе про неделю не ограничивал себя по времени просто решил что я сейчас сяду и расскажу все что важно как обычно в блокноте выписал все ключевые вещи поскольку звонок меня сбил получилось в двух частях материал двух частях значит по неделе это все я буду делать ближайшее время еще выпуске касающиеся прогнозов на следующий год и да я сейчас погружаюсь в очень большую работу по восьмидневному тренингу с 31 октября по 8 ноября мы разберем прогноз 21 года со всех сторон про любовь про деньги про операции про личные отношения про знаки зодиака про асценденты все что мог на неделю вроде бы сказал спасибо за ваше внимание удачной всем неделе на этом все до встречи и с нашими студентами до встречи на тренинге удачи всем пока